Парламентарии возмутились тем, что нацкомпании распоряжаются полученными доходами, как хотят. Депутаты в очередной раз подвергли жесткой критике дивидендную политику квази-госсектора. Пример межлесмены привели собрук Казана, который обещал ежегодно направлять в бюджет половину от полученных доходов. На деле же фонд обещает выплатить в этом и в последующих годах лишь 10% чистой прибыли. Кроме того, депутаты назвали парадоксальной ситуацию, когда, имея нераспределенные ресурсы квази-госсектора, госорганы все глубже погружаются в долговые обязательства. Согласно дивидендной политике даже самого фонда 40 Казана, размер ежегодно направления бюджета дивидендов должен составлять не менее 50% от прибыли системообразующих компаний. Однако даже это требование не выполняется. Еще в 2020 году президенту Такаеву давалось поручение направить бюджет 100% чистых доходов нацкомпании. Однако по факту фонд тогда выплатил лишь 12% от чистого дохода. В текущем году сумма дивидендов государству опять-таки составляет лишь 10% чистого дохода. И такой же уровень заложен на все последующие годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok